Гвозди позволяют распаковать вот этот внутренний огонь и соединить его со светом. Они разряжают накопленное в наших мышцах электричество. И ты продолжаешь все время прыгать в боль. Боль засасывает, зовет уметь воспитывать себя, проходить. Этот порог все могут пройти. Все. Так, ну что, перейдем теперь к лежанию на гвоздях. О, следующая фаза нашего диалога, да, это новый способ, как пробить внутреннюю энергию так, чтобы тебя штырило не по-детски. Все мы знаем, да, что у нас свободный позвоночник и легкое состояние тела определяют как качество жизни, так и мировоззрение, в котором мы живем. То есть, чем яснее у тебя голова, чем лучше ток энергии в ней, но тем все по-другому. Ну, все реально по-другому и сказка по-настоящему настоящая. Этого можно добиться многими способами. И вот один из них, то, чем ты сейчас займешься, он такой тоже довольно немножко экстремальный. Мы возьмем гвоздики и будем использовать их в оригинальном исполнении. Это маленькие гвоздики, самые маленькие, 0,8 миллиметра. Они мягенькие такие, на них можно спать, я на них вот могу там, не знаю, спать затылком. Очень хорошо было, знаешь, бывает. Но у меня отношение к боли уже изменилось сильно. Что реально делают гвозди? Это многие не знают. Они разряжают накопленное в наших мышцах электричество. Вот в стопе много натоптанного электричества, очень жесткие структуры. Поэтому ставишь стопу и кажется сначала, что больно. Как бы это электричество разряжается с болью. То же самое, что меандр. Мы подаем ток электричества в организме. Куда их положим, оттуда ток и будет. Сегодня мы его положим тебе на спину. То есть, тебя положим на гвозди. Да. Мы сделаем очень хитрую вещь. Мы соединим это с меандром вместе. Мы возьмем наш меандр. Да. Да? Вот этот вот. Поставим на него все необходимые параметры. А 600 вольт будем пропускать? Обязательно. Меньше 600 вольт мы не юзаем, поскольку 600 вольт это... 500 вольт это порог сопротивляемости ткани в организме. После него наступает особый... Как бы организм особое впечатление от электричества. Это мягкий поток энергии, который просто смывает все ненужное. Просто на гвоздях лежать тебе будет больно сначала. Чтобы этого не было... Вот к меандрам мы подключим две перчаточки электричества на левую и правую руку. И сквозь тебя вот так крестом будет протекать электрический ток. Он резко уведет фокус твоего внимания от боли. Боль с самого начала начнет уже казаться комфортной и расслабляющей. Там порог минимальный, минутку. Чтобы обратить, я поставлю очень вдохновляющую музыку. Такой, знаешь, гимн какой-то, под который просто невозможно сойти с гвоздей. И нужно перетерпеть вон ту слабенькую фазу, которая говорит, мне больно, больно, больно. Надо увидеть одну вещь. Боли это статическое ощущение. Тое сознание понимает, что не страшно. Присоединена маленькая программка всего из двух строчек. Строчка номер один. Прыгай. Ты прыгнул. Строчка номер два. Возвращайся за строчка номер один. И ты продолжаешь все время прыгать в боль. Боль засасывает, зовет. Она хочет занять в твоем мире много ощущений. Она хочет жить тобой. Тебе надо всегда уметь видеть. И в этом мы создаем сейчас объемный фокус внимания. Давай вместе сделаем. Давай. Вдох. Закрытыми глазами выдох. Закрытыми глазами теперь вдох животом. И на выдохе расширяйся, как медуза. И почувствуй, как тебе внутри хорошо в теле. Теперь медленно-медленно приоткрывай веки, запускай картинку мягко. Не чтобы она не впрыгивала, а у тебя оставалось ощущение тела и зрения. Видишь? Фокус внимания у тебя сейчас объемный. Меандр даст еще большую глубину посредством накачки электричества. И вот твоя задача будет, когда тебе будет больно, переключаться с фокуса боли на телесные ощущения, на музыку. Это делаем с закрытыми глазами. И когда боль будет звать слишком сильно, открывать глаза, и твой яркий свет снова будет тебя выбрасывать из нее. Так ты очень быстро пройдешь болевое ощущение. И тогда наступит эйфоретическое ощущение такого двойного-тройного удара энергии по твоему позвоночнику. Вот эти мышцы, в которых накоплен долг, в которых накоплено невероятно много спинные, начнут расслабляться и отдавать тебе себя как аккумулятор. Меандр в этот момент даст тебе еще большую подкачку. И на двух потоках электричества ты взовьешься очень-очень далеко. Музыка будет над твоей головой, и ты увидишь просто, куда тебя это все приведет. Такая немножко сложноватая технология, но дающая просто невероятные результаты. А вот понятие электричества в теле, что это? Как это проявляется вообще на физиологии? То есть это когда тело начинает трясти или электричество не так происходит? Нет, электричество – это принцип функционирования нашего тела. По нашим нейронам проходят электрические сигналы. Когда, допустим, в нейроне частота их 20 в секунду, то есть 20 раз в секунду биения, мышца сокращается. До этого момента она сокращается рывками. Вот поэтому все тряски, в которых живет человек, они вот трясут вот так вот. Это частоты там от 5 до 15 Гц. Те же самые частоты, что у бытовых мыслей. Когда его голова трясется, естественно, он думает про то, как другие обезьянки ведут себя вокруг, почему это важно. А так как мы живем электричеством, любое сокращение нашей мышцы – это электричество. И сейчас вот, используя вот этот электрический поток, наши мысли – это электричество. Наше сознание – это уже электромагнитные волны, это контур вокруг мозга. Но его основа – это электричество. И мы модулируем сейчас это электричество, посылая в него тройной сигнал, тройную силу. Мы тебя пробьем. И смотри, ты можешь вложить сюда какое-нибудь свое желание. Допустим, повторяем мантру. Мои мышцы, допустим, живая сталь. Живая сталь. Или мои мышцы эластичны и упруги. Выбери любую категорию, которую ты хочешь задать мышцам. И потом, когда ты вернешься сюда, ты увидишь, что у тебя получилось. То есть, в принципе, можно заложиться на гвозди с намерением. Лучше всего делать именно так. Вообще любое упражнение экстремальное, где ты проходишь какую-то границу, если до него ты задашь себе намерение, то оно пройдет через вот этот поток. Там твой мозг достигает так называемого состояния гнозиса. В нем нет бытовых мыслей. Вся его мощность готова к восприятию. Подсознание и сознание лежат рядом. И ты своим сознанием, держа вот эту мантру в голове, даешь подсознанию прочесть ее много раз в особых условиях. Оно в него верит. Это наш вечный ребенок, которым мы воспитываем, наше подсознание. Оно верит в эту сказку. И оно владеет всем телом. Оно Бог. Оно воплощение Бога. Не наше, это вот небольшой круговорот мыслей. Не мы, мы партнеры с Богом. Ладно? Да. А считаются ли гвозди аскезой? Ты знаешь, это может быть одним из инструментов, когда люди используют их для какого-то основного причинения себе боли. Скорее прохождение внутренним болевым усилием через боль. Мне это не очень близко. Я использую для более практичных вещей, для разрядки электричества и, как бы сказать, увеличения потока. Я на них лежу чем угодно. Спиной, весницей, ногами. Прыгаю на них, танцую на них, сплю на них. Приятно. Супер. Хорошо, давай попробуем. Сейчас тебе очень крутая процедура будет. Поздравляю. Первый раз это вставляет в рост и нереально круто. Иропой сейчас, вот этот сорт великолепный. Чисто, красиво. Чисто, красиво. Чисто, красиво. Чисто, красиво. Чисто, красиво. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok 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 6, 5, 4, 3, 2, 1, поехали. Ну да, молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Уже хорошо? Давай, вперед. Максимальная спираль вверх. Поги музыку. Субтитры сделал DimaTorzok Две трети уже. Два трети уже. Два трети уже. Субтитры сделал DimaTorzok Два трети уже. 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 Ну что ж, пора счастья была острой. Возвращаемся, нажми. Так, медленно сначала сводим руки, давай отключу тебя электроды. Сейчас токон тебе уже нет. Ну что, две руки и готовься к черному щели. Закрой глаза и потом раскроешь их прямо вперед. Раскрывай. Смотрим на уровень яркости картинки. Насколько в тебе стало меньше боли, насколько премия поток. Я прям чувствовал рядом с тобой, как раскрывается поток. Это очень легко уловимая вещь, у нас всегда общая радость. Я вот каждый раз как бы раскрываю что-то в себе, раскрываю что-то в других. Мы увеличим вот это поле радости. Оно естественно, это жизнь настоящая такая. Она везде. А мы всего лишь ее проводники. Ощущение... Такая легкость в теле, просто кайф, реально. Особенно, знаешь, когда я чувствовалась, когда вот, ты сказала, раскрыть руки. Прямо такое расширение пошло из грудной клетки, просто расслабление. И я не ощущала в момент гвозди. Ну, то есть, был момент, когда я прочувствовала. У тебя был сначала болевой порог? Ну, вот болевого было, когда мозг такой, ты ложишься на гвозди, смотри, как боль. То есть, вот так, знаешь, как бы диктовка была. Хочешь, ты ляжешь на гвозди без меандра? Давай попробуем. Давай. Вот сейчас тебе его нет, ложись. Так. А тебе нет только. Угу. Просто первый поток вспомни. Ну да, больше чувствуется. Вот, ну, ощущение острее, скажем так. Да, именно. Как будто бы, ну, вот с меандром тело мягче. Поток снимает? Да. Сейчас у тебя уже привычка, ты уже прошла этот болевой контур. Вот на новом контуре ты прочувствовала бы очень остро. Меандр где-то раз в пять сокращает время. Прохода болевого порога. Угу. Возвращайся к нам. Да, подошли. У тебя будут свои гвозди и ты будешь шкафоводична. Да. Кайф. Реально. Очень интересно, потому что тело с меандром мягче становится. Вот в момент, когда я ложилась, как будто бы структура уже была плюс-минус подготовлена. То есть, она как бы впивалась в кожу и мягче ощущения шли. Угу. Но если знаешь, ты с ним подольше потренируешься, то ты начнешь увидеть просто тот сектор сознания, который занимает электричество. И вот в нем, это реально щенятцы нашего тела, в нем очень хорошо модулировать свой поток, управлять собой. На раскрытии чуть переставила кости, почувствовала, о, как хорошо. Самое главное, не забывай ухаживать за костями. Кости – это самая суть нашего организма. Они у нас всех одинаковые примерно. Все после смерти остаются. А вот то, что между костями все эти мышцы, нервы – это все мы. Вот как мы себя между ними лучше организуем, наш кишечник, наш желудок, наш мозг головной, между этими замечательными известковыми образованиями – тем лучше. Но все равно, когда ты ухаживаешь за костями, они выбирают те субличности, которые за ними ухаживают. Не забывай спа, не забывай правильный адресный душ, массаж. Ухаживай за телом, ухаживай своими костями. И давай ему много энергии. Почему это важно делать? То есть вот это сочетание с гвоздями, что это дает в ресурсе? Ресурсы дает. Это ресурсы, аккумулированных в тебе от твоего жизненного опыта. Он у людей аккумулируется не очень эффективно способом, они не сжимаются. То есть, на мой взгляд, опыт должен аккумулироваться в виде формул, при помощи которых ты понимаешь жизнь. Все остальное должно быть спонтанной импровизацией, очень технически отточенной, понимаемой, мастерской. Но жизнь – это импровизация вот этого единственного текущего момента. А все вот эти инструменты, подвешивание, гвозди, электричество, электромагнитные поля, шлем Бога – это способы, как добраться к нему максимуму нашего потенциала. И там, знаешь, там пороги есть. Добрался до определенного порога, прошел его, и у тебя бац, ты совершенно в другой жизни. Она по-другому оборачивается к тебе другим лицом. Чем больше ты – антенна своей судьбы, а антенна наша – это позвоночник, ну еще вот, конечно, гребень полезная штука – это такая супер-антенна уже в дальний космос, тем, конечно, придет сильнее. Просто вот простыми словами. Расскажи про свои инсайты, то есть, что тебе это дало? Ты, я насколько знаю, часто практикуешь? Ну, меня же ежедневно как бы насыщены практикой, не только этими, а еще и другими. Вот сочетание гвоздей электрической музыки, вот прорывный… Там очень… для меня это самадхи, то есть, просветление – это технический элемент. Это умение входить в определенное состояние сознания, которое дальше, чем располагается чертовой контур вот этой некой ауры. То есть, поле визуально-киностетических нейронов, то, до чего мы можем дотянуться. Если наше сознание умеет выйти за ее пределы, это вот состояние просветления. Поэтому меч, таллиграфия, все то, что он выдвигает за пределы тела, увеличивает его жизненный ресурс, увеличивает его качество. Пусть светлее, светлее, светлее. Свет и огонь живут вместе. И гвозди позволяют распаковать вот этот внутренний огонь и соединить его со светом. И когда поток этот натренирован, ты в нем можешь, ну реально творить чудеса. Ты в нем можешь перемодулировать тело, тончайшего оттенки. Это ресурс силы, который ты можешь направить куда угодно. Есть ли какая-то точка, вот где предел? Или это поле просто безограничных вариантов? Ты знаешь, невозможного всегда будет больше, чем возможного. Поэтому это поле безграничное. И более того, чем ты расширяешься больше, тем площадь невозможного становится выше. Когда ты маленький пузырик, ну конечно, эта площадь всегда 100% со другой стороны. Но когда ты развиваешься, ты касаешься таких тем и таких сфер, о которых ты это просто не подозревал. А если подозревал, то совсем не то. Невозможно увидеть с предыдущего уровня следующий. Более того, часто даже сложно понять, что кто-то находится на следующем уровне. Ведь ты видишь только то, что доступно тебе в опыте. Поэтому люди могут верить лишь в меру своих способностей. И это, как правило, не очень большие результаты. Но те, кто умеет видеть, надеюсь, увидят многое. И эта практика одна из них. Она увеличивает силу видения. К подобному роду практики нужно прийти или это может сделать самый обычный человек? Ты знаешь, вот это может начинать тот, кого ты называешь самым обычным человеком. Ему надо просто понять, что боль, которая ощущается, это боль разрядки. Начинать тихонечко. Взять вот такие маленькие самые гвоздики массажные. 0,8 мм. Их много производят. Кто уже везде. Можно заказать в интернете. И начинать просто встать в носках. Встать под какую-то программу, где кого-то ставят на гвозди. Начать привыкать к этому. И потом в один из моментов порог превосходится. Делать вот таким проходом через музыку и свет. Уметь переключать свой фокус внимания с боли. И когда ты проходишь этот порог, боль перестает быть властным над тобой. У тебя открывается еще больше ресурсов. И ты можешь гораздо сильнее накачать все свое тело. Добавишь это к эволюционному цигуну. Но еще более хорошие результаты получатся. Мне нравится. Какая роль музыки в этом процессе? Задача, чтобы она была достаточно простого ритма. И достаточно громкая. И какая, знаешь, увлекающая. Поэтому какие-то гимны такие. Отплечь внимание. Сместить фокус внимания в слух. Из боли. Боль стремится занять все твое пространство. Она зовет, зовет. Задача научиться не идти на ее призывы. Уйти в слух. Уйти в свет. Уйти в ощущения тела. И увидеть, что боль никогда не больше 20%. Никогда. А когда она перехлестывает за это, значит, ваше сознание сбилось страхом. Там вот эта программка паники. Ее надо взять дотянуть. Прям сказать, я тот, кто выше боли. Повторить свою мантру, с которой это вошел. Я тот, кто такой-то, чьи мышцы живая сталь. Что угодно там. И уметь воспитывать себя. Проходить. Этот порог все могут пройти. Все. И любому это даст силу. Это точно. То есть, здесь ограничений нет. Благодарю тебя за подобный опыт. Если подвешивание – это все-таки такая тема. Свеобразные гвозди могут быть для всего. Спасибо. Здравствуйте. Я приглашаю вас на свой курс по нейробиохакингу. За этим мудреным названием лежит уникальная система знаний о том, как нейро – добиться понимания того, что такое ваш мозг и как работает ваше осознание. И био – как живет ваш организм, его системы, пищеварение, дыхания, радости жизни. Как понять объективное устройство этого чудесного дара природой Бога и как улучшить их при помощи доступных методов – биохимии, биофизики, воспитания себя, изменения каких-то ваших привычек. Все это в курсе по нейробиохакингу. Набор предостережений от ошибочных действий от тех, которые могут нести опасность. Поскольку мы работаем со сложнейшими системами – нашим организмом и нашим мозгом. Набор уникальных рецептов. Как сделать так, чтобы прийти к вашей цели. К тому, что вы хотите получить от себя. Легкому телу, ясному сознанию, креативности, острому направлению ума, энергичности и радости жизни. И это достижимо при помощи того, что вы можете найти вокруг. При помощи того, что предоставляет нам природа и цивилизация. Все это в курсе по нейробиохакингу. Уникальный, единственный. И я очень рад, что его создал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok